Добрый день, глубоко окажаемые коллеги! Возраст действительно не является противопоказанием для выполнения оперативного вмешательства, но нужно помнить о таком понятии, как хрупкость пожилого пациента, это состояние уменьшенных физиологических резервов, нескольких систем органов, которые в целом ведут к повышенной чувствительности к воздействию стрессовых факторов. И здесь иногда пациент напоминает вот такой красивый карточный домик, вроде бы все показатели у пациента в пределах нормы, а когда одну карточку убираешь, этот домик обваливается, и во время стресса, который представляет собой операцию и то же самое анестезиологическое пособие, происходит уже непосредственно нарушение всех регуляторных механизмов пациента. Мы пациента, я должен сказать, в общем-то, наверное, я могу Валерию Михайловичу Никовалеву позавидовать, когда вы пациентами занимаетесь за три месяца до начала операции. Мы в нашем центре, анестезиолог видит пациента накануне операции, а предоперационный день в нашем центре это сутки, а сейчас, в общем-то, тенденция даже меньше, и поэтому, конечно, за этот промежуток времени провести такую подготовку пациента не представляется возможным. Поэтому мы пошли по своему такому пути развития, создав алгоритм предоперационной хирургической оценки на амбулаторном этапе. Хирург видит за три недели, четыре недели до операции пациента и определяет непосредственно оценку риска хирургического вмешательства. Если риск высокий и также видно, есть сопутствующие патологии, то для оценки функционального статуса пациент направляется к терапевту, а терапевт уже непосредственно по клиническим предикторам определяет дальнейшую тактику. И вот решение принимается вот по пунктам А, Б, С, и видно, что если есть необходимость подготовки пациента, то пациент направляется к специалистам смежных специальностей, и после подготовки уже он направляется к анестезиологу, который определяет, либо есть возможность оперативного вмешательства, либо необходимо дообследование. И таким образом осуществляется подготовка пациентов, причем нужно сказать, что вот такая вот запись, которую часто мы очень видим в тех вот справках, которые поступают к нам в центр, да, я думаю, и в подавляющее большинство центров Российской Федерации, где указывается только диагноз и такая простая фраза, что противопоказаний к операции нет. Мы считаем, что это недостаточно, конечно, для разработки плана безопасной анестезии, и необходимо требовать запись, констатирующую имеющиеся медицинские проблемы у пациента, методы лечения, а очень важно результаты диагностических тестов. Перед операцией определяется традиционный риск развития сердечно-сосудистых осложнений по хорошо известным шкалам, которые здесь представлены на данном слайде. Но только, я должен сказать, к сожалению, эти шкалы, они действуют для популяции, а не для отдельного взятого пациента. И вот замечательная работа московского профессора Игоря Александровича Козлова показывает, обратите внимание, возраст пациента более 73 лет, что эти шкалы, в общем-то, индивидуально не очень хорошо работают. Оптимальная чувствительность и специфичность шкал должна быть около 80%, здесь в лучшем случае 68%. Мы также проводим расчет вероятности осложнений и летальности в предоперационном периоде, ориентируясь на физический статус по шкале АСА, риску оперативного вмешательства и характеру срочности операции. Но, опять же, тоже нужно сказать, что это непосредственно риски, они характерны больше не индивидуально для пациента определенного, а для популяции в целом. Но нужно отметить, что независимый рост летальности на 5% на каждый год более 80 лет, он существует. То есть у 85-летних пациентов риск летального исхода на 25% больше, чем у 80-летних. И Николай Федорович уже сегодня поднимал этот вопрос, смертность значительно возрастает при появлении послеоперационных осложнений. И вот на сегодняшний день для анестезиологов, конечно, вот что важнее, функциональная операбельность, да, или функциональная переносимость данной операции. Мне кажется, именно более важно именно функциональная переносимость той или иной операции. А вот, к сожалению, таких алгоритмов, они единицы, пожалуй, только таракальная хирургия, где есть предоперационный алгоритм тестирования, который показывает, какой объем оперативного вмешательства может быть выполнен или возможен отказ. По данным зарубежных авторов, благодаря этому предоперационному алгоритму, ну, благодаря, в кавычку, конечно, происходит 37% отмен операции при резиктабельности легкого. В предоперационном периоде, уже на этапе поликлиники, мы можем определить клинические состояния, требующие временной отмены плановой операции, именно временной отмены плановой операции, и немедленного обследования и лечения. Это стенокардия покоя, требующая частого использования нитратов, снижение фракции выброса ниже 30%, перенесенный инфаркт миокарда менее 90 дней, систолическое артериальное давление в легочной артерии, превышающее 60 мм тутного столба, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, АВ-блокада второй-третьей степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолии более трех секунд. Также определяем клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции, ревоскулиризации. Это рекомендовано у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, и у пациентов с тяжелой стабильностью инокардии, клиника которой сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. И с этими тремя показателями достаточно четко, в общем-то, понятно. А вот следующее проведение коронарографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ЭБС, которым планируется выполнение операции высокого кардиального риска. Это принимается решение, как правило, по эксконсилиуму. Наиболее оптимальные для нас показатели, на которые мы чаще всего ориентируемся, свидетельствующие в пользу высокого кардиального риска, это фракция выброса левого желудочка в покое ниже 35%, и обширная ишемия по результатам стресс-эхокардиографии. В данных ситуациях мы, в общем-то, принимаем решение по консилиуму о возможности проведения оперативного вмешательства. Следующая проблема – это анемия. До 50% наших пациентов имеют анемию. В 50% случаев анемия носит непосредственно железодефицитный характер, и у пациентов с предоперационной железодефицитной анемией или железодефицитной без анемии терапию следует проводить только препаратами железа. И мы проводим в течение двух недель, пытаемся проводить в течение двух недель эту терапию препаратами железа, и нужно сказать, что на 20, в среднем 20 единиц гемоглобина происходит увеличение содержания уровня гемоглобина. Кому следует назначать гемотрансфузию – это пациенты с концентрацией гемоглобина ниже 70-80 грамм на литр. Тяжелые симптомы связаны с анемией даже при более высоком уровне гемоглобина. Необходимость немедленного повышения уровня гемоглобина. Трофологический статус – тоже довольно серьезная проблема. На еще предоперационном периоде на уровне поликлиники проводится начальный скрининг трофологического статуса, и до начала планового лечения за 10-14 дней по возможности начинаем использовать сиппинг. Рекомендации по проведению анестезии, которой мы придерживаемся – это нейроксиальная анестезия при отсутствии противопоказаний уменьшает риск переоперационной смерти и заболеваемости. Необходимо предотвращение артериальной гипотензии, снижение среднего артериального давления ниже 60 мм тутного столба в течение длительного периода более 30 минут. Необходимо использовать стандартизированный протокол сочетанной анестезией, предусматривающий минимизацию хирургического стресса, достаточный уровень анальгезии и седации, и надежную контролируемую мерелаксацию с применением сугамодекса для более быстрого выхода из наркоза. На данном слайде показаны очень интересные данные наших зарубежных коллег, которые показывают влияние длительной гипотонии во время операции на вероятность развития осложнений со стороны почек, сердца, и видно, что с увеличением времени артериальной гипотензии в геометрическом плане увеличивается и осложнение в послеоперационном периоде. Анестезия. Мы стараемся ориентироваться на поддержание адекватного кислородного транспорта, который возможен за счет непосредственно адекватной анестезии, адекватной инфузионной терапии при необходимости подключения импрессоров, для того, чтобы поддержать минутный объем кровообращения и сердечный индекс на должном уровне. Нужно сказать, что те целевые показатели, которые рекомендуются в мировой литературе, для пациентов, для пациентов геориатрического плана достичь очень сложно. И, конечно, здесь очень важна роль мониторинга, а именно инвазивного мониторинга, который мы стараемся использовать у данной категории пациентов. Серьезная проблема – это гипотермия. Она увеличивает потерю крови и потребность в трансфузиях, в 2-3 раза повышает риски послеоперационных осложнений, аритмии, азноб, а для наших онкологических пациентов это еще и иммуносупрессивный эффект. Поэтому во время операции необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальной системы обогрева и переливания теплых растворов. Проблема достаточно серьезная для всех клиник Санкт-Петербурга, насколько я так вот понимаю и знаю. Возможность уменьшения кровопотерей интероперационно мы используем по показателям непосредственно коглограммы. Это производные вазопрессина, антифибринолитики, прокогулянты, но при большой кровопотере, конечно, нам не обойтись без использования селсевера. Правила переливания крови. Российская ассоциация трансфузиологов, на наш взгляд, они очень неплохо прописаны и написаны. Тут переливание крови определяется не только по уровню гемоглобина, а в зависимости, что, на мой взгляд, очень правильно, в зависимости от проводимого терапии у онкологического пациента и сопутствующей патологии. И при более высоких цифрах, даже при 100-110 грамм на литр, показано использование переливания препаратов крови. Очень необходимо нам это обезболивание, эффективно обезболивание в послеоперационном периоде. Доказано в эксперименте, что послеоперационная анальгезия может уменьшать количество и частоту метастазирования. Очень интересная работа. Депрессия клеточного звена иммунной системы развивается уже во время операции и длится на протяжении нескольких дней, пик иммуносупрессии на третьи сутки. Поэтому ранний послеоперационный период мы рассматриваем как терапевтическое окно для эрадикации циркулирующих опухолевых клеток и микрометастазов. Мы очень широко используем непосредственно в послеоперационном периоде в течение нескольких дней до недели, а иногда и больше, продленную эпидуральную анестезию при использовании специальных помп. У больных с лепаратомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе места. Анастетиков и опиоидов, а при лепароскопических операциях альтернативой служат эпидуральной анестезией, мультимодальной анальгезией. Следующий очень важный момент – это коррекция когнитивных расстройств и делирия. Она в послеоперационном периоде развивается у 14% пациентов, а при длительном нахождении в отделении реанимации до 40%. Основной фактор риска – это возраст 75 лет. Мы стараемся избегать использования бензандизепинов, реанимацию в пользу дексаметамидина, избегаем длительной и высокодозной инфузии пропофола. И очень важно для профилактики этих осложнений – это адекватное обезболивание и ранняя мобилизация пациента, что является одним из мер для предупреждения делирия. По возможности нужно, как можно раньше активизировать пациента, конечно, ориентироваться нужно на состояние пациента. И что очень важно в современных рекомендациях – это роль реабилитации. Создается программа реабилитации продолжительностью не менее одного часа, но не более трех часов с учетом статуса сознания и уровня мобильности с акцентом на респираторный статус для профилактики послеоперационных осложнений уже в ближайшие часы послеоперационного периода. И раннее восстановление энтерального питания. Допускается потребление более 300 мл жидкости в день. Операции при колоректальных операциях. Начало энтерального питания адаптивными смесями через 5-8 часов после операции. И в заключении я хотел бы сказать, что, конечно, необходим мультидисциплинарный, именно мультидисциплинарный, стандартизированный подход к ведению пациентов высокой степени риска, в частности, пациентов старческого возраста в переоперационном периоде с учетом индивидуальных особенностей. И в заключении я хотел бы поблагодарить коллектив нашего отделения анестезиологии и реанимации, благодаря которому сегодня я постарался представить не просто литературные данные, но и, в частности, наш опыт работы. Благодарю вас. Продолжение следует... Продолжение следует...